Итак, целые числа, но изучать мы будем немножко необычно. Мы будем именно как группу их изучать, и потом мы соберем все плоды с этого дерева. Сейчас мы его посадим. Мы сажаем такое дерево у себя в голове, что целые числа – это группа, и, соответственно, задавать надо теоретико-групповые вопросы. Например, можно ли указать внутри целых чисел какие-то подмножества, которые тоже образуют группу относительно той же самой операции сложения? Вот. То есть могут ли быть внутри целых чисел какие-то как бы маленькие группы, меньшие, вложенные подмножества, но при этом сложение не выводит за их пределы? Такие бы мы назовем подгруппа. То есть такая, вроде как, маленькая группка такая. Вот. Ну, давайте попробуем об этом подумать. Ну, сразу же можно угадать одну такую подгруппу. Возьмем просто число 0. Раз. И все. Вот это множество из одного элемента 0. Вот. Это не пустое множество. В нем есть элементы, но элемент этот ровно 1. Если я буду его пытаться складывать, да, с чем я могу его здесь складывать? Внутри этого множества только один элемент. Значит, самим собой и складываю. 0 плюс 0. О, 0. Смотрите. Замечательно. Мы остались внутри этой коробочки. Можно ли еще какие-то коробки отсюда взять? Отличные от вот этого нуля. Можно ли взять? Значит, итак, мы должны здесь найти такую коробку, что внутри нее выполняется операция сложения, не выводя за ее предел, ну и отрицание к сложению, то есть вычитание. Тоже выполняется. Ну, давайте предположим, что коробочка состоит не только из 1, 0, 0, ну и вообще, собственно, что в ней есть какой-то еще элемент. Мы ищем, конечно, не пустые коробки, но вот, значит, в ней, в этой коробке должен быть какой-то элемент. Ну, давайте его назовем B. Я сразу могу сказать, что если есть B, то должен быть и 0. Почему? Ну, потому что должно выполняться сложение и обратное к нему вычитание. А если должно выполняться вычитание, то я могу взять и попытаться, собственно, из этого элемента B вычесть его самого. Сразу же получу 0. Значит, если есть какой-то ненулевой элемент, то нулевой тоже обязательно должен быть. Мы уже доказали некоторую теорему, на самом деле, совершенно общую, но пока мы ее к целым числам адресуем, что любая подгруппа целых чисел содержит 0. Хорошо, а какие еще числа здесь должны содержаться, вообще-то говоря? Ну, например, минус B явно должно содержаться, потому что я же могу из 0 B вычесть. Должен уметь, иначе коробочка не замкнутая относительно операции сложения. Ага. Так, пчелы что-то подозревают. Мы начинаем понимать, наверное, как выглядит наша подгруппа, если воспользуемся самым главным Божьим даром, которым обладают люди. Это, так сказать, реплицирование, рекурсия. Если мы можем вычесть из 0 B, то мы можем вычесть из результата тоже B. И если мы можем взять B, то можем прибавить к нему B сколько угодно раз, вот сколько захотим, да? Что у нас тогда возникнет? У нас в группе, если мы будем так делать, возникнут вот такие вот числа. B плюс B, B плюс B плюс B. Ой, а как это так? Вы спросите, ведь я могу вот так сделать? А могу, наоборот, вот так сделать? Может, это два разных целых числа? А вот и нет, это аксиома ассоциативности, которая всегда выполняется, да? Это одно и то же число. Поэтому неважно, в каком порядке складывать. Я могу четырежды сложить и так далее. Я могу любое количество раз сложить. То есть, иными словами, получается, что если есть какая-то группа, то внутри нее, если какой-то ненулевой элемент был, внутри нее вырастает такой, как бы, клон целых чисел, да? Мы единицу складывали и получали все целые числа. 1, 2, 1, 2 это 1 плюс 1, 3 это 1 плюс 1 плюс 1 и так далее. Минус единица, минус двойка это минус 1, минус 1. Ну и как бы все целые числа таким образом описываются при B равном единице. А теперь мы видим, что мы можем взять B не равным единице, а чему угодно равным. Например, 13, да? Что у нас получается? 0, 13, 13 плюс 13, 13 плюс 13, плюс 13 и так далее. Все кратные сюда и все кратные сюда. 13, 26, 39, 52, минус 13, минус 26, минус 39. И вот возникает подгруппа. Довольно очевидно, что если мы рассмотрим все, как говорят, кратные числа 13, я ввожу новое понятие, я говорю, что 13 плюс 13 это двукратное кратное число 13, а это трехкратное число 13. То есть, иными словами, я естественным путем пришел к операции умножения. Что такое умножение целых чисел? Умножение целых чисел это взятие соответствующего кратного. Умножить число B на 3, это значит прибавить B само к себе 3 раза. B плюс B плюс B. Взять троекратное кратное B умножить на 4, значит взять 4 кратное. Умножить на минус 3, значит минус B, минус B, минус B. То есть, смотрите, рассматривая естественную конструкцию подгруппы в целых числах, мы тут же пришли к понятию произведения целых чисел. И это именно то, что я хотел. Я хотел показать, что произведение является следствием чисто групповой идеи. Вообще математика вся может быть выстроена в ниточку от начала и до конца с помощью использования, так сказать, вот этих вот базовых теоретико-групповых идеи. Группа это понятие, которое является фундаментальным для всей современной математики. Поэтому с него и надо начинать, и именно таким образом надо изучать. Целые числа тоже в том числе. Прекрасно. Значит, итак, вводим определение, произведение двух чисел. n умножить на B. Это n кратное кратное числа B. А если я написал B умножить на n? Это n плюс n и так далее B раз. А почему это одно и то же? А сейчас узнаем. Субтитры создавал DimaTorzok